К бабушке в деревню отвезли на лето. Даже не спросили, а хочу я это. В первый день в колодце утопил сандалии и под зад ладошкою мне тут надавали. А потом я куром всё зерно рассыпал. Дедушка, увидев, чуть в окно не выпал. Чтоб меня дед с бабой снова не ругали, спрятался я в будке. Целый день искали. В кепку собирая яйца наносите, я хотел, как баба, замесить их в тесте. Не нашёл муки я, замесил в песочек, где-нибудь с десяток и ещё с пяточек. После свиньи Машки я открыл калитку. Побежала хрюшка по деревне прытка. Ну, а сам уставший спать прилёг в сарай. Снова всей деревней с Машкой нас искали. Деда-самокончик полную бутылку. На глазах его я вылил на крапивку. А когда вторую мы с котом разбили, деда-валерьянкой еле отпоили. Чтобы не простыл я, не ходил с соплями. Светя с безрукавкой на меня напяли. Кепку заменяет бабушкин платочек. Будто не мужик я, маминкин сыночек. Отхожу в платочки. Порваны колготы. На ногах и носочках бабушкины боты. Приезжайте, мама, с папой поскорее. Я в такой одежде скоро тут сапрею. Хорошо в деревне. Воздух и природа. Этим летом стукнет мне четыре года. Как пастух колхозный я ругаюсь матом. Одного ребёнка отпускать не надо.